На кого рассчитана специальная версия популярного японского кроссовера, что она может предложить, кроме дизайна, и стоит ли доплаты в 100 тысяч рублей? Toyota – это во многом уникальный бренд. Люди не обращают внимания на высокие цены, спорные интерьеры и не самую прогрессивную электронику, повторяя мантры про надежность и ликвидность, которая, кстати, действительно высока, потому что контингент вторичного рынка эти мантры тоже знает в совершенстве. Впрочем, это уже фундаментальные постулаты, с которыми спорить бессмысленно. Но даже за их пределами японцы находят, чем удивить. На выбор доступны оба бензиновых атмосферника, двухлитровой мощностью 149 литров, и старший 199-сильный на 2,5 литра. В разгар рыночной войны между дилерами и покупателями, где сводки о повышении цен приходят чуть ли не ежедневно, а редкие экземпляры без чудовищных наценок продаются буквально за секунды, Toyota на голубом глазу предлагает доплатить почти 100 тысяч рублей за дизайн. Речь идет о специальном исполнении кроссовера RAV4 под названием Style, и тут вы, конечно, можете поспорить, мол, подобные версии есть в арсенале почти любого производителя. Это так. Но в основном речь идет о топовых комплектациях, которым прикручиваются дополнительные бонусы, а в случае Toyota RAV4 Style все обстоит немного иначе. Мы взяли кроссовер на тест, чтобы ответить на главные вопросы о нем. За металлик попросят доплатить 19 тысяч рублей, а за двухцветность 50 тысяч. Чем дизайн отличается от обычной RAV4? Смотрите на черное. Решетка радиатора, зеркало, планка между задними фонарями, все именно такое. Накладки в нижней части бамперов, которые у стандартных машин окрашены серебрянкой, тоже потемнели, а вдобавок стильный RAV4 получил особые 18-дюймовые диски догадайтесь какого цвета. На выбор можно заказать один из пяти металликов, серебристый, черный, бирюзовый, черный, коричневый или синий, а также вариант с черной крышей и белым, как у нас, либо вишневым кузовом. Наконец, машина на фотографиях имеет эффектную двухцветную окраску с контрастной крышей, но это не догма, по умолчанию кроссовер будет просто белым. На выбор можно заказать один из пяти металликов, серебристый, черный, бирюзовый, черный, коричневый или синий, а также вариант с черной крышей и белым, как у нас, либо вишневым кузовом. Только это не бесплатно, за Металликс вас попросят 19 тысяч рублей, а за двухцветность – целых 50 тысяч. Вы правильно поняли, одна из главных фишек спецэверсии Style доступна только за дополнительную плату. А в интерьере есть отличия. Есть, это комбинированная отделка салона из кожи и алькантары, которая предлагается только для версии Style. Выглядит не то чтобы очень эффектно, но в жизни ощущается приятно, особенно летом, вспотеть или обжечься, сев в простоявшую на солнце машину, здесь точно не вариант. Зимой передние кресла подогреваются, но если тепло вам нужно еще или на втором ряду, обращаться следует уже к более старшей версии Prestige. Style же основан на комплектации Comfort, хотя отличается от нее не только внешним декором и обивкой сидений. Например, с верхних этажей сюда снизошел большой 7-дюймовый дисплей на приборном щитке, он горизонтальный и выглядит намного богаче вертикального 4-дюймового экранчика, положенного Comfort. Хотя польза от него довольно спорная, да, информация много, а графика по японским меркам неплоха, но спидометр здесь может быть только цифровым. Индикация довольно мелкая, работает с небольшой задержкой, и на увешанных камерами дорогах это может стать проблемой, чтобы гарантированно не схлопотать штраф, приходится скидывать 5-10 километров в час от бесплатного порога. Не полихачишь? А зачем вообще лихачить? Неужели Style едет быстрее? Нет, по технике все точно так же, как у обычных RAV4. На выбор доступны оба бензиновых атмосферника, двухлитровой мощностью 149 литров, и старший 199-сильный на 2,5 литра. Расклад по трансмиссиям такой, младшему двигателю положен вариатор и стандартный полный привод с межосевой муфтой, а более мощному, восьмиступенчатый автомат и хитрая система подключения задней оси с отдельными муфтами для каждого колеса. Динамики, впритык, по городу никаких проблем, но трассовые режимы заставляют подумать, что за двигатель 2,5 можно и доплатить. Технически такое решение выглядит солидно, на скользких покрытиях у старшего RAV4 чуть более озорной и заносчивый характер, хотя похулиганить не даст вечно бдящая система стабилизации, а на бездорожье вы получите немного больше уверенности благодаря тому, что тяга между задними колесами распределяется механически, а не через прикусывание тормозов. Но в обычных режимах разницу почувствовать практически невозможно, для этого надо ставить кроссовер в нетипичные для него условия. Так что главные отличия сведутся к динамике и удобству управления ею. У нас на тесте двухлитровая вариаторная машина, и трансмиссия у нее не совсем привычная, так называемая Direct Shift с фиксированной первой передачей. Это значит, что по пробкам и дворам такой RAV4 ползает неотличимо от машины с обычным автоматом, не растянутости реакции, не напротив, нервозности за ним не замечено. Да и на более высоких скоростях трансмиссия работает предсказуемо, отзывчиво и линейно. А вот самые динамики, впритык, по городу никаких проблем, но трассовые режимы заставляют подумать, что за двигатель 2,5 можно и доплатить. Таким образом, Toyota RAV4 Style 2,5 в двухцветной окраске обойдется в 2 миллиона 700 тысяч рублей, а стоимость машины на этих фотографиях составляет 2 миллиона 503 тысячи 500 рублей. Опять доплаты. И сколько это будет стоить? Разница между младшей и старшей версиями в одной и той же комплектации Style составляет 224 тысячи рублей. Таким образом, Toyota RAV4 Style 2,5 в двухцветной окраске обойдется в 2 миллиона 200 тысяч рублей, а стоимость машины на этих фотографиях составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей. Дорого, особенно по сравнению с обычным исполнением Comfort за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Решетка радиатора, зеркало, планка между задними фонарями, в представленной версии все это черное. И да, мы по-прежнему говорим о сравнительно простой комплектации, с механическими регулировками сидений, без обогрева второго ряда, без передних парктроников и камер кругового обзора, есть только задняя и тем более без пакета электронных помощников, вроде адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе. Но есть у версии Style одна прогрессивная фишка, которая пока недоступна другим. И что же это за фишка? Телематическая система Toyota Connected Services. Через мобильное приложение на смартфоне можно отслеживать местоположение автомобиля и статус бортовых систем, смотреть историю поездок, изучать руководство по эксплуатации, записываться на сервис к официальному дилеру, и даже получать информацию о том, что ваш кроссовер кто-то ударил. В целом штука полезная, особенно если машиной пользуется несколько человек, так вы будете точно знать, куда и как она ездила. Через мобильное приложение можно отслеживать местоположение и статус бортовых систем, смотреть историю поездок и записываться на сервис к официальному дилеру. Но пары важных функций здесь пока не предусмотрено. Например, приложение показывает уровень заряда аккумулятора, но не сообщает, закрыты ли двери и окна, и соответственно, не дает управлять ими удаленно. Так что тревожные мысли о том, не забыли ли вы запереть машину, придется отгонять по старинке, выходом во двор. Да и запустить мотор, чтобы кроссовер прогревался, пока вы собираетесь на работу, тоже не получится. Зато точка доступа Wi-Fi и сим-карта с предоплаченным на год трафиком по 10 гигабайт ежемесячно могут стать приятным бонусом для техногиков. Спасибо за просмотр. Также не забываем подписываться на канал, ставьте лайки. Будет интересно.